Добрый вечер, уважаемые журналисты! Закончился очередной матч чемпионата континентальной хоккейной лиги чемпионата России по хоккею, в котором московский «Спартак» принял Донбасс из Донецка и одержал победу со счетом 2-1. По традиции первое слово предоставляем главному тренеру гостей. Пожалуйста, Андрей Викторович. Спасибо. Хочу поздравить «Спартак» с победой. Спасибо. Ознали, что будет серьезный матч. Два противника прямых. Боремся за одно и тоже за выживание в одном движении. Где-то, наверное, начало не получилось. Играли ребята плоднее против нас. Ну, когда пропустили две шайбы, вспомнили обратно, как нужно играть. Но, увы, 60 минут и стекли, и мы проиграли два. Спасибо. Слово предоставляется главному тренеру «Спартака». Пожалуйста, Федор Леонидович. Я тоже соглашусь, что матч был, в общем-то, равный. Хороший соперник. Мы давно не выигрывали нам. В общем-то, я скажу, что все игры мы проводили на достаточно хорошем уровне. Но трудно давали заброшенные шайбы. Вот сегодня первыми открыли счет. Шайба такая, ну, скажем, трудовая. Ее доели с пятака. Вот. Ну, а остальное, вторая шайба немножко, конечно, уже распрямила игру. И понятно, что Донбасс пошел в атаку. И мы, в общем-то, ждали контр-игры. У нас были шансы еще забить. Но Донбасс, в общем-то, до конца держал игру напряжения. Ну, три очка. Молодцы. Спасибо. Пожалуйста, ваши вопросы. Пожалуйста. Игорь. Спартак себя позиционирует как бедный клуб. А сирых и убогих у нас в Москве и в стране не будет. Ну, давайте тогда обратимся на Ленинградский проспект. И, скажем так, там тоже клуб-то, в общем-то, побогаче. И, скажем так, на другой стороне находится по финансам. Но я думаю, что не отличается посещаемость ненамного от нас. Поэтому, я не знаю, это Москва, наверное, надо как-то, может быть, четче работать в структуре клуба, чтобы какие-то специальные программы проводить для болельщиков, чтобы они посещали стадионы. Спасибо. Еще вопросы? Игорь, пожалуйста. Извините, да еще два вопроса. Андрей Викторович, первый вопрос. Николай Жев. К сожалению, у Донецкого клуба денег не хватило. Спартака, чтобы, как бы они себя не позиционировали, на лучшего украинского хоккеиста, в истории денег хватило. Как вы оцениваете эту ситуацию и не обидали вам? И второй вопрос сразу, когда вы заинтриговали общественность, дебют украинского Артюхина, когда вы ждаете, может быть, он немножко осмодрит чуть-чуть такую утомленную вашу команду. Николай, безусловно, хороший хоккеист. Просто и рад, что он нашел свой путь. А по «Атарянику», ну, наверное, в следующей игре увидим. Спасибо. Еще вопросы? Все, всем спасибо. До свидания.